Байкало-Амурская магистраль давно уже стала символом силы духа и самоотверженности ее строителей. Прошло 50 лет с того времени, как стартовало строительство грандиозной магистрали. В год полувекового юбилея БАМа мы вспоминаем, как все это было и чествуем тех, кто получил право называться БАМовцем. Байкало-Амурская магистраль Не только в России, но и во всем мире. И его юбилей отмечают по всей стране. И в нашем муниципалитете, где проживает большой отряд БАМовцев, на торжественное мероприятие по вручению юбилейных медалей были приглашены строители магистрали со всего района. В апреле 1974-го 17-й съезд комсомола объявил строительство железнодорожной магистрали всесоюзной ударной комсомольской стройкой. «Даешь БАМ!» – сказали представители первого отряда комсомольцев всех союзных республик, в том числе и славенец Павел Метлин. «Сердце заходится от радости, что мне, в общем-то, повезло участвовать в этом мероприятии. И люди, которые рассказывают про эту стройку, они же на каком-то этапе все там вложили свой труд. Кто сначала, кто попозже, кто... И у них за эту стройку гордость. Тогда-то приехали, ну вот наш объект, вот наш участок, вот наши люди, вроде все течет как положено. А уже когда прошло вот столько времени, оказывается, какая махина-то была. Как ее оценить, как ее вот охватить мысленными взглядами, вот сейчас только становится понятным». Первопроходцы БАМа торжественно обещали отдать все силы и жар молодых сердец сооружению магистрали. И в далекой Сибири они сдержали свое слово. Глава Славянского района Роман Сенеговский с уважением и благодарностью говорил о БАМовцах. «Для многих эта стройка стала судьбой, потому что вот те, кто действительно принимал участие в строительстве БАМа, многие сегодня уже люди, которые пожили. Какая сегодня техника, какие сегодня технологии, да, там приходилось работать в вечной мерзлоте, совершенно другой техникой, много работ приходилось выполнять вручную. Ну, наверное, вот и закалялся характер, становились люди настоящими руководителями. Вот приятно, что более ста человек из Славянского района побывали на этой стройке. Мне очень приятно, что наш земляк Виктор Васильевич Чернявский, депутат законодательного собрания края, много сделал для того, чтобы объединить это движение уже сегодня, чтобы вспомнить каждого, каждому сказать спасибо». Депутат законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский в составе студенческого строительного отряда участвовал в строительстве Великой магистрали. Он не понаслышке знает, как трудились строители БАМа. «Им было по 19, по 20, по 25, когда они поехали в неизведанную, в тайгу, когда зимой минус 50, когда жить в палатке, когда волосы приверзают к стенке, когда трактора просто тонут в этой бездне, когда нужно делать дорогу. И как правильно было сказано в фильме, это не просто дорога, это трасса, вокруг которой развелся края». Виктор Чернявский стал настоящим летописцем БАМа, проведя большую работу по сбору информации о кубанских БАМовцах. Благодаря ему собрана и написана история участия кубанцев в строительстве магистрали. «Александр Иванович очень скромный человек, крепко. Он был комиссаром всесоюзного трудового комсомольского отряда имени 18-го сентякомсомола. До этого большой багаж был, большой опыт, он возглавил этот отряд, в составе которого тоже были упомянутые мною наши земляки. И мы стали раскапывать эту историю. Оказалось в Славянске после Краснодара самый большой отряд БАМовцев. И мы стали собирать эти истории. У нас появилась электронная книга, такая БАМовцева. Сегодня в этой электронной книге 700 историй. Вот просто фотографии большого рассказа. Спасибо вам, что вы делитесь этим. Это очень важно для молодых людей, которые должны понимать, что молодежь способна свернуть город. Ей нужно правильно ставить задачу, ее нужно поддерживать. Юбилейные медали от имени президента Всероссийской общественной организации БАМовское содружество Ефима Басина были вручены славянским участникам строительства. Каждый из этих людей достоин наград и самых добрых слов. И Александр Рябков, один из первых строителей, обращаясь ко всем собравшимся со сцены, не зря назвал время на БАМе самыми счастливыми днями в его жизни. То, что мы прошли, оно, наверное, осталось у каждого. Нас всегда и в сердце, и в памяти, и в тех друзьях, которые сейчас на БАМе, и которые навсегда остались на БАМе. Это были очень трудные, но очень счастливые дни. Ребята из его бригады лесорубов в Снежной тайге давали 300% плана. Иными словами, каждый работал за троих. Разве забудешь такое? С какой интенсивностью, с каким напряжением работали, когда строили там объекты на БАМе. Ну и вот тот, наверное, патриотизм, который, когда ехали туда по комсомольским путевкам, в тайгу, в палатки, начинали все это сначала. Это такая романтика, скажем, суровая романтика, где приходилось трудиться очень много, самое главное. Для многих молодых людей строительство магистрали стало делом всей жизни, воплощением их мечты. Альбина Вершкова юной девушкой отправилась на БАМ к отцу, осмотрщику по ремонту вагонов. Устроилась в станционной рабочей. В 2018 году приехала в хутор Коржевский нашего района. Считает, что жизнь у нее удалась, и она счастлива. Отец 1975 года уже был там на БАМе, трудился. Я приехала с школьницей, начинала с самых низших, с станционным рабочим. Жили с отцом первое время в инструменталке, он осмотрщик вагонов был. И вся юность трудная, тяжелая. Бригада Бондаря рядом в палаточном городке жила, ходили туда кино смотреть, душевая. Это было интересно, сложно интересно. Вагончик заметала полностью снегом за ночь по 4 метра. Ну а потом мне как бы судьба подкинула еще одно счастье. Работать на той железной дороге, в которую я капельку своего труда тоже вложила. И я проработала 33 года. На сцену поднимались один за другим славянские строители БАМа. Десятилетия прошли с тех пор, когда они смогли идти вперед, несмотря ни на что. Молодежь стала главной движущей силой строительства. Именно они построили Байкало-Амурскую магистраль. И сколько бы лет ни прошло, они навсегда вписали свои имена в книгу настоящего трудового подвига. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа События.